С обзором основных событий информационный выпуск Вести Дагестан. Сегодня 11 августа, четверг. В студии Мара Багирова. Доброе утро. В ходе встречи председателя правительства Дагестана Абдусама Адагамидова с китайскими инвесторами подписано генеральное соглашение о сотрудничестве. В рамках его реализации планируется строительство солнечных электростанций Каспийская и Хунзах-1, которые будут осуществлять поставки электрической энергии на оптовый рынок. Социально-образовательный проект набирает свои обороты. Работу уже представили десятки молодых ребят. Рассказать о своей культуре и быте имеет возможность все регионы участники. И вот настал наш черед. На общей кавказской площадке развернулись Дни Дагестана с национальными подворьями, песнями и танцами. Поддержать земляков приехал и премьер-министр Абдусамат Адагамидов. О том, какой предстала Стренагор на форуме на этот раз, расскажет наш ставропольский коллега Леонид Нечапуренко. Организаторы объявили День Дагестана, количество джигитов увеличилось вдвое. От желающих сфотографироваться в традиционной горской одежде нет отбоя. Ну а у тех, кто хочет получить от этого события нечто большее, чем просто эффектное фото, есть возможность научиться чему-то новому. Дагестанские мастера готовы поделиться секретами своего мастерства. Несколько тысяч ударов молоточком нужно сделать, чтобы вручную ограничить средних размеров жестяной кувшин. Дагестанское село Ичичали можно смело назвать селением лудильщиков. Уже несколько веков местные мастера специализируются на металлической посуде и предметах быта. Сегодня позабытое было ремесло активно возрождается. Это забытое, можно сказать, давно это не делало, возобновляется все. Я бы хотел вам продемонстрировать, показать. Вот эти кущины, которые вот сзади нас, это различные времена, различные мастера делали. Ну там по всему району, по горно-территориальному району, в лесу Лико-Дагестан, каждое село, каждый фасон. В селении Балхар говорят, что глина им дороже золота. Настолько тяжело сейчас добыть качественный материал для традиционных изделий. Глину сами вымывают, сами вымешивают босыми ногами, а затем на гончарном кругу из нее рождается красивая и полезная утварь. Сами изготовители утверждают, она ни в какое сравнение не идет с обычной магазинной посудой. С нашей посудой, когда кушат готовить или пьете воду, бывает особый такой вкус. Я вот в фарфоровых, я никакой вкус не чувствую. У нас в самом деле, в нашей посуде воду нальешь, под солнцем поставишь 50 градусов, эта вода наоборот холодеет. Вот это необъяснимые чудеса есть в нашей посуде. А эти деревянные изделия и вовсе уникальные. Чтобы свыше срубленное дерево превратилось в декоративный предмет, нужен срок больше года. Если дерево не сушеное, нужно его сперва на станке делать, потом поставить на опилку, чтобы оно сушило. Где-то год уходит, чтобы дерево сушилось. И после этого мы наносим вот такой узор. Приехали проведать свою делегацию представители руководства республики. Осмотрели лагерь, посетили подворья, пообщались с ребятами и ответили на их вопросы. Ну и разумеется, День Дагестана не мог обойтись без зажигательных кавказских мелодий и энергичных экспрессивных танцев. Все это ждало гостей на традиционном вечернем концерте. Представители всех делегаций собрались возле главной сцены и подпевали, и двигались в так, из какого бы региона они ни приехали. Главным управлением ЧАЭС России по Дагестану подвели итоги деятельности службы за первое полугодие. С основным докладом выступил заместитель руководителя главного управления по антикризисному управлению Олег Халилов. За отчетный период на территории республики зарегистрировано 11 чрезвычайных ситуаций, 30 происшествий и 16 оперативных событий. В результате чрезвычайных ситуаций пострадало 122 человека. 31 из них погиб, отметил заместитель министра. Знаменитая доярка принимает поздравления с юбилеем. Герой социалистического труда Аминат Исалова отмечает свое 80-летие. Несмотря на смену места жительства, сегодня заслуженный труженик живет в поселке Повтугай. Поздравить ее приехали представители администрации Гунипского района, где в 13 лет она начинала свою нелегкую трудовую деятельность. О своей любви к природе, животным и родному краю юбилярша рассказала нашему корреспонденту Наталье Черных. Даже сейчас, спустя столько лет, каждую свою корову Аминат Исалова помнит по имени. Зорька, Зойка, Ромашка, да и сколько их было за все десятилетия. Да ведь коров Аминат начала 13-летней девочкой, по 20 коров за раз. Для послевоенного времени явление нормальное, а вот сегодня такое представить сложно. Каждому корову номер было, имя и номер, рога было, имя было. Как она имя кричала, идет эта корова, как люди, дети, сейчас дети трудно было. Эта корова понимает, что она говорит, понимает. Мне даже бывало обидно, вот мама если пойдет за коровой, она зовет, ей корова отвлекается. А я зову, она ко мне не отвлекается. И думаю, столько я смотрю, а мама приходит ко мне редко, ее корова так любит. Мне тоже очень, конечно, нравится, но у нас в городе уже нету коров, я не могу держать, конечно. Очень обидно хотелось бы, но нет у нас. В колхозе имени Амара Чохского Аминат Исалова проработала больше 20 лет. В районе женщину помнят и уважают. Она вынесла не только значительный вклад в развитие сельского хозяйства Гунибского района, но и воспитала не одно поколение доярок-учениц, которые трудились в разных уголках Дагестана. Хочу поздравить вас с днем рождения, дорогая наша Аминат. Почему говорю? Потому что вы дороги нам. Вы показали, как надо работать. Мы вас очень любим с ними. Будьте здоровы. Здоровья, еще раз здоровья. Отзывается об Аминат Исаловой, как о женщине с добрым сердцем. Своих животных она очень любила, а те, в свою очередь, любили ее. Именно эта взаимная привязанность, как говорит сама Амината, помогла стоически выдерживать все нагрузки в коровнике. Это не только ручная дойка, еще и уборка и заготовка кормов. Все это женщина делала сама. Что самое интересное, вот скот относится к ней. Кого-то понимает, друг друга, так вы понимали, а не друг друга. Да, допустим, не было гармонии между ними. Ни один раз не было такого, чтобы там корова, там, древо, рога там сглобила. Ни одна коровня была. Она могла спокойно к ней подходить и разговаривать. Сегодня Аминат Исалова живет с семьей в поселке Бавтугай. Сюда она переехала после того, как оставила дойку по состоянию здоровья. Но и здесь успела поработать штамповщицей на заводе и санитаркой в больнице. Также благодаря своим личным качествам завоевав почет и уважение местных жителей. Гильзия неигрового кино и телевидения реализует проект «Программа-29». Подготовленный при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Он включает в себя показ 29 лучших неигровых фильмов, созданных с привлечением государственных субсидий. Смотры проходили в различных регионах, в том числе и в нашей республике. В целом, проект был направлен на популяризацию документального кино, обеспечение доступности неигровых фильмов для жителей регионов, а также на инициирование новых и развитие уже существующих киноклубов в Москве и других городах страны. Об этом руководитель творческого объединения «Панорама» Абдулла Бичедов. Гильзия в этом направлении проделала очень большую работу. Создала комиссию, экспертную группу, разработала для этого специальную электронную систему голосования для выявления наиболее качественных показателей фильмов. Итого отобрали 29 фильмов. И эту большую программу тоже ознаменовали этой же цифрой, программа 29. Программа 29 представляет из себя показ фильмов в небольших национальных сетях киноклубов. Большие залы для этого, как таковой, видимо, не нужны. А будучи в Москве, я посетил один из таких клубов, потому что это нужно было для меня, чтобы посмотреть, как работают там, как проходят просмотры и как обсуждения проходят. В какой-то степени мне показалось, что у нас такие же возможности есть, аналогичные, что мы, стирая границы, на равных можем работать в этой области. И мы эту работу уже с покойным ритмом, с хорошим анонсом, известим широкую общественность, с приглашением людей именно заинтересованных. Какой-то степени просмотра – это и обсуждение, и высказывание свое мнение, отзывы. Для этого даже есть небольшие раздаточные анкетные листы, чтобы люди могли это отразить. Это тоже очень поощряется, это тоже мы будем проводить. Это мне тоже интересно, потому что показ фильма, просмотр ее, обсуждение – для нас в какой-то степени – это и профессиональный рост, и возможность посмотреть те работы, которые получили высокую оценку у экспертов и комиссии. Новости культуры Министерство культуры Республики в декабре этого года приведет торжества, посвященные 85-летию народного писателя Дагестана Ахмедхана Абубакара и 150-летию поэта Тажудина Чанки. Было решено также организовать книжно-иллюстративные выставки, посвященные жизни и творчеству классиков, тематические вечера в образовательных учреждениях и библиотеках Республики. Спортивно-массовые мероприятия по различным видам спорта пройдут в Махачкале во Всероссийский день физкультурника, который отмечается каждую вторую субботу августа. Победители и призеры будут награждены медалями, грамотными, а также ценными подарками. По сообщению Дагестанского гидромедцентра, сегодня по районам Республики ожидается Местами по низменным и горным районам небольшой дождь, гроза, ветер восточный, юго-восточный – 7-12 метров в секунду, в горных районах юго-западные – 6-11 метров в секунду, при грозе шквалистое усиление до 14 метров в секунду, температура воздуха – 33-38 градусов тепла, по приморским районам – 30-35 градусов, в горных районах – 25-30, местами – до 35 градусов тепла. В Махачкале ожидается без осадков, ветер юго-восточный – 6-11 метров в секунду, температура – 32-33 градуса тепла, температура воды в море – 27 градусов. Вы слушали информационный выпуск Вести Дагестан.